Так, прекрасный рабочий день. Мы начинаем с нашего офиса. Небольшую перестановочку такую сделали. Ребят, все больше и больше получают людей ключи от жилого комплекса Южный парк. И у нас там уже несколько клиентов, с которыми мы заключили договора. Хотел бы напомнить про него, потому что актуальная сейчас тема для ремонтов. Ну и, конечно же, давайте мы посмотрим сначала шахматку, по чем там продаются квартиры. Потому что вдруг кто-то увидит обзор по нашему комплексу, и ему это понравится. Тем более, обзор снял у нас Александр. Он появится чуть позже в этом же видео. Поэтому оставайтесь с нами. И я уверен, вам этот комплекс понравится. Он расположен у нас на улице Пластунская. Давайте посмотрим, как он выглядит. Ну, видео Александр показывает более, конечно, на видео все это передается, чем на фотографиях. Дом строился по ФЗ-214 с парковочными местами, с хорошей зеленой зоной и так далее. Давайте посмотрим, какие здесь цены на каких корпусах. Корпусов здесь всего четыре. Но, вы видите, уже большинство квартир уже продано. Есть вот такие планировки однокомнатных квартир. Ну, это у нас как бы студия, да, с одним окном. Ну, вот есть вот такие вот полноценные однокомнатные квартиры. Из них делают полуторку. Ценники вы видите на ваших экранах в зависимости от этажности. Не так их достаточно, конечно же, много. По-моему, где-то были еще здесь акционные предложения. Сейчас мы с вами их найдем. Вот, например, на первом этаже, да, по 400 тысяч. Большие планировки, которые здесь есть. Ну, самая большая, это вот такая вот. Это угловая. Видите, три окна. Двухкомнатная квартира. Дальше давайте вот этот корпус посмотрим. Вот в этом корпусе уже появились именно акционные. Давайте все их с вами поглядим. 388 тысяч за квадратный метр. Это первый этаж. Далее 400, 4, 380. Очень интересная цена. Ну, из тех цен, которые здесь есть. В общем, как бы смотрите, выбирайте. Если вам нужна будет консультация, желаете здесь приобрести, в том числе семейные ипотеки, то проблем не будет. Здесь это все предусмотрено. И вот следующий корпус А. Он практически тоже очень много акций. Видите, кто-то уже и бронирует, и покупают люди. Потому что 380 тысяч, как бы. Ну, цена более адекватная, чем сейчас новостройки, которые начинаются от 300 и нужно ждать. В общем, вот такая вот прединформация перед видео о наших ремонтах. Я напомню, что ремонт стоит у нас 16 тысяч за квадратный метр. Это черновой ремонт. То есть мы с вами делим весь ремонт на два этапа. Черновой и чистовой. 16 тысяч за квадрат. Это черновой вместе с материалами. Туда входят все материалы черновые, как white box, то есть перегородки, штукатурка, электрика, сантехническая разводка и стяжка пола. Вот. Есть определенная особенность в этом комплексе. Это депозитная часть, которую берет управляющая компания. Не знаю, насколько это согласовано с собственником, не согласовано, 50 тысяч рублей. Поэтому собственники сами должны оплачивать ее. Некоторые нагружают это на ферму. Мы это не берем. То есть это наши условия. Мы готовы вам сделать ремонт по тем же самым условиям. Мы не берем там депозит какой-то в 50% и так далее. Берем всего 30%. Поэтому у нас есть договор. Мы несем все гарантийные обязательства. И соответственно, несем ответственность за проведение каких-то ремонтных работ перед собственником. Поэтому, скорее всего, управляющая компания, которая заинтересована в том, что продвигать свой ремонт, имеет свой интерес. И таким образом пытаются нагрузить на кого-то. Хотя в других комплексах есть просто оплата за вывоз мусора. За эту лодочку. Они платят, по-моему, 20-30 тысяч рублей. И в эту же стоимость почему-то многие не понимают, что входит именно нагрузка на косметический ремонт. И нагрузка на то, что нужно будет убираться более чаще. И на управляющую компанию это больше ложится по затратам. А никак не просто за определенный вывоз мусора. Это все в совокупности. За то, что будут ломаться лифты. За то, что нужно вызывать мастеров. Короче, за все. Но здесь управляющая компания берет определенный депозит, который как бы ложится на собственников. Имейте это в виду. В общем, давайте смотреть видео, которое снял Александр. Он снял в подробностях. Пара квартир нам еще прилетела, так сказать, от наших новых клиентов. Покажем вам планировки. Он расскажет какие-то определенные особенности. Ну и, конечно же, покажет вам этот замечательный комплекс. Друзья, всем привет. Сегодня у нас обзор на новый жилой комплекс, в котором мы начинаем делать ремонт. И сегодня завозим материал. Наконец-то дождались. Начали выдавать ключи собственникам. Завозим материал сегодня в две квартиры. Я вам их покажу. И в одной еще мы будем снимать замеры на планировочное решение. Ну или будет дизайн-проект. Собственник пока думает. Ну а что за комплекс? Сейчас вам покажу. Ребята, это Южный парк. Вот такие здесь четыре красавца. По 11 этажей. Такой классный двор. Зелень, разметочка. Все так красиво. Машина уже у нас пришла. Ребята уже начали разгрузку. Пятитонник. Сразу на две квартиры. Они находятся вот в этом, в третьем доме. Корпус Б. Ну классные дома, конечно. Двор не менее красивый. Здесь есть и парковка. Вот такая многоуровневая. Здесь есть и детские площадки. И все что угодно. И для отдыха, и так далее. И самое главное, ребят, что я здесь заметил, когда сюда приехал. Здесь очень тихо. Ну за исключением того, что где-то шумят в каких-то квартирах. Все-таки запустили всех на ремонт. И вот все стараются как можно быстрее выполнить его. Но, соответственно, шум небольшой, посторонний есть. А так здесь очень комфортно. Ну, по крайней мере, на первый взгляд, место для проживания. Но об этом позже. А сейчас мы с вами идем. Я вам покажу квартиры, в которых мы будем делать ремонт. И так, пятый этаж. Вот такие здесь симпатичные холмы. На полу керамогранит. Стены у нас под декоративку. Сделаны классные двери. Менять их вообще ни к чему. Очень хорошие. Итак, ребят, 73-я квартира. Я вам покажу ее. И у нас на третьем. 36-я. Она такая же абсолютно, только зеркальная. Вот такая, небольшая. 25 квадратов. Ну и плюс балкончик. Такой симпатичный балкон. Здесь у нас профиль алюминиевый. Окна. Предусмотрено место для кондиционера. Ограждение стеклянное. Симпатичный такой балкон. Здесь у нас ригельная система постройки. Блочное заполнение. Ну, есть где-то монолит. То есть межквартирная перегородка монолитная. Выделим уже санузел от застройщика. Вот такой он небольшой. Трех квадратового даже нет. То есть, ну, в принципе, душевая в нем поместится. Здесь мы перегородки сносить не будем. Выделим немножко кухонную зону. И оставим вот эту все площадь. Вот в таком виде, чтобы здесь как можно было просторнее находиться. Все-таки квартира небольшая. Ну, и внизу такая же. Не будем ее смотреть на третьем этаже. А спустимся в первую, в которую нам нужно снять замеры. Она немного другая. Так, ну, и первый этаж. Зайдем посмотрим здесь. Такие симпатичные ящички. Все подписано. Уже управляющая. Она, кстати, здесь уже есть. Это классно. Видите, обклеили. Уже защитили стены. Первый этаж. У нас квартира номер шесть. Это нам сюда. Итак, ребят. Первое, на что я обратил внимание при входе, это дверь. Она у нас открывается вовнутрь. Вот. Ну, и создается определенный конфликт с дверью, которая у нас санузел. Квартира чуть больше, чем та, которая я вам показывал. Сколько квадратов, я пока не знаю. Сейчас буду снимать замеры. Спальная комната. Она уже выделена. Также ригельная система. Блочное заполнение. Первый этаж. Вот так он немножко на возвышенности. В принципе, ничего такого критичного. Нет, что да, это первый этаж. Немножко он все-таки отдален от основной части. Проезда. Это у нас получается кухня-гостиная. С таким же панорамным окном. Окна, напоминаю ли, с алюминиевого профиля. Такие неплохие. И выделен санузел. Здесь, скорее всего, перегородки мы будем оставлять. Но вот, возможно, здесь будем сносить вот эту часть, где у нас коммуникации проходят. Потому что есть вероятность, что там у нас свободное место. Что по коммуникациям. Здесь у нас заходит водоснабжение. Соответственно, есть водоотведение. И вытяжки предусмотрены. И электричество. Соответственно, интернет. То есть, отопление здесь у нас будет электрическое. Это определенные нюансы, про которые мы будем уже обсуждать в процессе ремонта. Друзья, ну что, вот такой у нас получился краткий обзор данного комплекса, квартир, в которых мы будем выполнять ремонт. В дальнейшем, конечно же, я буду снимать новые видео, которые будут более подробные. И не только о ремонте в квартирах, но и о самом комплексе. Пройдемся, посмотрим, обсудим все нюансы. А они здесь, кстати, есть. Комплекс очень интересный. Вот поэтому, если вы еще не определились с компанией, кто вам будет делать ремонт, можете смело обращаться к нам. Очень большой опыт. Мы вам всегда подскажем, как лучше сделать, как сделать это правильно. Ну, и вам всем удачи, правильного ремонта. Ну, а мы едем дальше. Вот такое вот подробное видео снимает Александр. Оставайтесь с нами на нашем канале. Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте. Туда заливается чаще много разных видео, в том числе и коротких, так же, как и на Ютубе. Вот, и если вам необходима будет какая-то консультация, звоните по телефону, который в описании, либо видео, которое вы сейчас смотрели в конце этого видео. Напомню, что планировочное решение мы делаем в подарок. То есть, вот ту планировку, которую вы увидели, нужно правильно сделать планировку и расставить мебель, расставить розетки, правильно расставить кухню, сантехническую всю разводку. Там, короче, очень много мелочей, которые необходимо сразу сделать и потом уже вас не тревожить по мелочам. Зачем здесь розетка, вот здесь вот конфликт каких-то дверей и так далее. То есть, это мы все делаем в планировочном решении для вас бесплатно. Подпишитесь, смотрите следующее видео. Удачи, пока!